Здравствуйте, меня зовут Харчиев Гаджи, магистр первого курса, высшей школы госаудита, группы 11 финансовой безопасности. Вашему вниманию представлена тема искусственный интеллект. До недавнего времени на рынке применялись преимущественно традиционные решения в области искусственного интеллекта. Однако за последнее время возможности компьютерной обработки данных и вычислительной мощности значительно выросли, что создало условия и для активного развития и применения генеративного искусственного интеллекта. В настоящее время наибольшее распространение на финансовом рынке получили решение с использованием традиционного искусственного интеллекта. Такие модели были усовершенствованы настолько, что в некоторых случаях могут применяться без привлечения узкоспециализированных экспертов. Искусственный интеллект постепенно становится технологией общего назначения и способен трансформировать бизнес-процессы и рыночные практики финансовых организаций. Примеры применения искусственного интеллекта в финансовых организациях представлены на слайде. Важно отметить, что развитие инструментов искусственного интеллекта на финансовом рынке в значительной степени происходит в русле общей траектории совершенствования методов применения ИИ, как и иных методов и алгоритмов. В то же время существует ряд специфических аспектов применения технологии искусственного интеллекта для финансовой сферы. Масштабное применение ИИ может потенциально рассматриваться в качестве дополнительного источника повышения эффективности как для финансовых организаций, так и для их клиентов. Важным эффектом применения искусственного интеллекта являются сокращение затрат при масштабировании операционной деятельности, оптимизация ресурсов, повышение лояльности клиентов и доходности продаж за счет персонализированных продуктов. Расширенная аналитика с встроенными алгоритмами машинного обучения может помочь совершенствовать модели предложения продуктов и их обслуживания. Использование искусственного интеллекта в России. Согласно результатам опроса, проведенного Ассоциацией финтех-1, в настоящее время в бизнес-процессах 95% финансовых и технологических организаций-респондентов применяются системы на основе искусственного интеллекта. По данным опроса, 87% респондентов уже используют искусственный интеллект, это решение для анализа данных, 63% компаний – для работы с текстом, 35% компаний используют речевые технологии, 30% компаний применяют решение искусственный интеллект в области компьютерного зрения. Одним из основных направлений использования искусственного интеллекта на финансовом рынке является скоринг, который позволяет финансовым организациям более точно сегментировать клиентов на однородные группы, определять их потребности и риск-профиль. Системы оценки кредитоспособности, управляемые с помощью искусственного интеллекта, могут быть полностью автоматизированы и предлагать моментальные решения на основе проанализированных данных, дополняя традиционные методы оценки. Например, анализ оплаты счетов за коммунальные услуги позволяет добавить в модель оценки кредитоспособности новые переменные и точнее рассчитать кредитный рейтинг для клиентов, у которых недостаточно кредитной истории. Появление искусственного интеллекта на рынке Одним из первых успешных приложений с применением искусственного интеллекта, получивших широкое распространение, стала система автоматической авторизации кредитов, внедренная розничным продавцом Моркс Спенсер в 1991 году в Великобритании. Программа БХВ «Урал Скорин» позволяла автоматически обрабатывать около 90% кредитных заявок и аналогичных операций и предлагать решения на основе анализа данных о месте жительства, кредитной истории и операциях по счету. Такой подход формирует условия для создания более комфортной экосистемы для клиентов, где им доступны не только отдельные персонализированные продукты, но и комплексный финансовый сервис, превентивно ориентированный на их потребности. Использование альтернативных данных, равно как и само применение модели искусственного интеллекта, может быть полезным при поиске новых взаимосвязей или скрытых зависимостей. Вместе с тем применение таких данных в финансовом секторе вызывает ряд опасений как у клиентов, так и у регуляторов в части защиты конфиденциальности и этичности использования. По этой причине законодательство некоторых стран ограничивает неконтролируемое применение в алгоритмах искусственного интеллекта таких сведений, опасаясь непреднамеренной дискриминации заявителей или иного ущерба для них. Применение альтернативных данных для скоринга, противодействия мошенничеству, это еще одно направление, в котором расширяется использование механизмов искусственного интеллекта. Благодаря способности анализировать большие объемы данных, выявлять нетипичные транзакции и отслеживать аномалии, труднозаметные для человека. Технологии искусственного интеллекта позволили за счет снижения ресурсоемкости вывести процедуры обнаружения фактов мошенничества на новый уровень, превосходящий классический анализ контрольных факторов рисков. В режиме реального времени алгоритмы искусственного интеллекта способны маркировать события как подозрительное и блокировать нехарактерные для клиента транзакции, например, с признаками мошенничества с кредитными картами, или подключать сотрудника финансовой организации для проведения более детальной проверки и анализа документов и изображений, страховое мошенничество, искажения в финансовой отчетности. Вместе с тем важно отметить, что мошенничество – это нетипичная транзакция, которая не подается непосредственному наблюдению. Резкое изменение поведения клиента может привести к нарушению привычных взаимосвязей с боям в работе алгоритма, а значит, к прямо противоположному результату. По этим причинам многие финансовые организации по-прежнему полагаются на традиционные системы проверки и контроля или совмещают обе опции. Развитие искусственного интеллекта может также повлиять на управление инвестиционными и кредитными рисками, предоставив дополнительные инструменты для их мониторинга и оценки. В режиме реального времени искусственный интеллект, алгоритмы способны отслеживать множество факторов риска и тестировать эффективность и устойчивость портфеля к различным рыночным и экономическим сценариям. В частности, они могут сформировать систему индикаторов раннего предупреждения о потенциальном неисполнении клиентами обязательств и динамические показатели измерения риск профиля клиента. Технологии искусственного интеллекта получают все большее распространение среди институциональных инвесторов, брокеров, доверительных управляющих и инвестиционных советников. Отмечаются также практики применения технологии искусственного интеллекта для проведения оценки активов, в том числе для определения готовности непубличных компаний к ИПО и анализа инвестиционной привлекательности объектов недвижимости. При управлении инвестиционным портфелем алгоритмы искусственного интеллекта способны быстрее доходность инструментов, чем традиционные. Это позволяет оперативно сформировать второе мнение, подготовить рекомендации при формировании и ребалансировке портфеля, автоматизировать технический и фундаментальный анализ, например, извлекать экономически значимую информацию из корпоративной отчетности, методы обработки естественного языка, или построить регрессионную модель для оценки индикаторов как на общеэкономическом уровне, так и для отдельных компаний. Сложным алгоритмом под силу учитывать изменение веса и роли совокупности факторов на различных этапах анализа, такие как природные факторы, снижение, увеличение темпов роста ведущих экономик мира и так далее. Однако они могут ошибаться в прогнозе при возникновении непредвиденных шоков. По этой причине финансовые организации предпочитают применять искусственный интеллект-параллель, но с классическими методами для сравнения и оценки полученных результатов, например, при подготовке рейтинга или матрицы рисков, на этапах предпост-торгового анализа. При ребалансировке инвестиционного портфеля может применяться так называемый эволюционный алгоритм, и эволюционный алгоритм, который позволяет решать задачи оптимального распределения активов при их небольшом количестве в портфеле. Он учитывает в оценке переменную модельного риска, в частности, рассчитывает коэффициенты волатильности для каждого актива в результате ошибочной спецификации модели, что значительно снижает ошибки в прогнозе. Портфели, для которых применяется такая методика, как правило, показывают лучший коэффициент шарпа, примерно на 10%, чем те, которые не учитывают модельные риски. Искусственный интеллект может использоваться для построения моделей, которые будут либо помогать человеку в процессе принятия решений, например, посредством определенных предупреждающих сигналов, либо автономно выполнять операции с учетом конкретного сценария и набора обстоятельств. Как правило, они основаны на техническом анализе и могут прогнозировать рыночную динамику и тренды, а также рассчитывать транзакционные издержки по сделкам. Несмотря на преимущество скорости оценки рыночных показателей, торговля с применением искусственный интеллект алгоритмов имеет ряд недостатков. Так, например, большая чувствительность искусственный интеллект. Модели к сильным рыночным шокам может создавать эффект автокорейлицеи и алгоритмических систем и усиливать системные риски. В целом в открытых источниках отсутствует упоминание об эффективности алгоритмических роботов на длительном горизонте инвестирования. Такой инструментарий, как правило, используется для краткосрочных торговых стратегий в качестве умного и быстрого калькулятора. В вопросе же использования обучаемых искусственный интеллект алгоритмов для долгосрочных инвестиций может возникнуть ряд сложностей, связанных со сложностью использования исторических рядов цен в шоковые периоды для обучения торговых алгоритмов. Роботы-советники являются естественной нишей масштабирования торговых алгоритмов для развития и применения технологий искусственного интеллекта. Такие автоматизированные системы предлагают инвестиционные рекомендации и стратегии, адаптированные к конкретным обстоятельствам и индивидуальным предпочтениям клиентов финансовых институтов в зависимости от их инвестиционных целей и уровней принимаемого риска. В соответствии с исследованиями основными трендами в интеграции искусственного интеллекта такие программы являются персонализация продуктов и услуг 37%, повышение эффективности 33,3% и результатов деятельности 29,6% и знания о клиентах 29,6%. Большинство роботов-советников используют простые, основанные на правилах, дедуктивные алгоритмы, однако некоторые начинают применять предиктивные алгоритмы. Работа искусственного интеллекта не исключает вмешательство человека в процесс предоставления торговой рекомендации, в зависимости от заранее настроенных параметров, например повышенной волатильности рынка или объема транзакции. Система может быть переведена в ручной режим. Сложности возникают, если в программу интегрирована автоматическая функция заключения сделок, поскольку это может привести к чрезмерной торговле и дополнительным комиссионным издержкам. Как правило, роботы-советники также не учитывают налоги и инфляцию. Следовательно, необходимо осмотрительно выбирать такую программу и обращать внимание на технические характеристики и ограничения моделей, в частности на раскрытие информации о применении технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в конкретных моделях. Широкое распространение такие практики могут получить в страховом секторе. Алгоритмы могут применяться для классификации поступающих обращений, автоматического считывания и обработки данных, например, для извлечения информации из медицинских карт, распознавания типов транспортных средств и повреждений. В целом, при сборе и анализе больших объемов исторических данных искусственного интеллекта может применяться, первое это для сегментации претензий по виду и типу сложности, второе для определения уровня компенсации при наступлении страховых случаев, и третье для анализа причин отклонения претензии или изменения суммы страхового возмещения. Потенциальный искусственный интеллект может быть интегрирован в систему обработки заявок страховой компании и автоматически принимать решения в простых случаях. Спасибо за внимание.